сегодня дошла до невероятно милой темы это мультяшные глаза посмотрим как достичь того или иного эффекта при помощи манипуляции за бровями и с верхними веками начинаем мы наш рисунок стандартно с базового круга и века в данном случае нам не важен возраст персонажа поэтому нижние века будем прорисовывать по завершении базового круга чаще всего этот прием используется в классической мультипликации а взгляд у такого персонажа будет раскрытым это помогает достичь некоторые искренности и наивности не знаю как вам а мне безумно нравится пробовать разные стили ведь это мое хобби которым я начала заниматься совсем недавно и мне нравится открывать новое снова и снова как же безумно интересно что маленькие детали могут полностью менять ощущения добавляешь маленькие реснички уже вид более завершенный а на данном варианте мы немного увеличим объем и получим уже более вопросительный взгляд приподним брови что завершит образ когда вы изучаете прорисовку отдельных деталей намного проще потом рисовать полноценные рисунки когда я ставлю на паузу какое-то произведение и пытаюсь повторить или нарисовать что-то подобное это куда проще сделать когда ты уже знаешь как рисуются хотя бы часть элементов и вот мы знаем как рисовать одну деталь вторую деталь и уже намного быстрее у нас получается полный образ вам уже не нужно часто возвращаться у вас уже может получиться что-то свое и вы уже можете скорректировать эту сцену допустим мы разобрали на классическую геройскую позу с капитаном америкой и щитом а потом нам легко нарисовать уже в этой же позе и чудо-женщину и постер с боевой ангелонита и так по кирпичиком рисовать становится все интереснее легче и выбирайте более сложные вещи акцентируйте внимание совершенно на других деталях а сейчас мы нарисуем более устремленный взгляд с классическими бровками домиками в данном варианте нам надо будет изогнуть также под углом и верхняя века а нижняя века подвести чуть-чуть повыше базового круга верхняя века тоже будет немного под углом но уже изогнута и будет продолжаться от базового круга так получится интересней в той ситуации в которой мы сейчас находимся мы ни на что не можем повлиять но когда мы рисуем мы создаем что-то новое и в рисунок мы можем изменить скорректировать и сделать то что мы хотим если вы находитесь в тяжелом и подавленном эмоциональном состоянии нет лучшего хобби в котором вы будете что-то создавать музыка литература изобразительное искусство это вам поможет мне кажется арт-терапию не зря называют одной из самых лучших также я стала выкладывать рисунки и в свой инстаграм и иногда мне пишут ребята что здорово получается и набила рукой что они пробовали но у них ничего не получилось и я хочу сказать что вы рано бросили то есть то что у меня было в самом начале это было вообще жуткой и сейчас я не считаю что это что-то сверх на возможности или это что-то потрясающе нет мне это нравится и то что начало получаться это заслуга того времени которое на данное хобби было потрачено вы можете сами видеть что я рисую не идеально и делаю ошибки и даже когда их исправляю все равно остаются недочеты которые можно было бы сделать лучше и все что я хочу вам сказать то что мы делаем должно выставлять нам удовольствие а не превращать нас в конченных невротиков да забей ты кто чё говорит плохо блин сделай чувак лучше обязательно найдутся люди которые поддержат и помогут а те кому прям сильно не понравилось ну что ж на то мы и не профессиональные художники чтобы делать ошибки да и вообще если уж на всеобщее обозрение что-то выносишь то да надо быть готовым и к хейтерам тоже увлеклась своим монологом сейчас мы рисуем возмущенную мультяшку вот она мне особенно нравится но очень много изогнутых линий и нарисовать тоже удовольствие вообще мне нравится это все дело это очень мило мне кажется рисовать вообще всякие бабочки цветочки все такое очаровательное господи это так расслабляет вам не передать хотя иногда в душе мне хочется нарисовать что-нибудь кровожадное с большим количеством так сказать поврежденных фрагментов тел но я борюсь с этим желанием потому что мне кажется это как-то не совсем нормально хотя с другой стороны наверное негативные эмоции должны находить какое-то свое выражение надо будет попробовать изобразить какого-нибудь зленью но это в другой раз